привет еще хочу поговорить опять же о масках защитных медицинских как я уже повторял что все маски служат от того чтобы защитить другого человека не себя другого человека но в том числе себя от аэрозольных капелек и скажем когда кашляшь и чихаешь вот от этих тоже капель маленьких они опять же как говорится аэрозольные капли вот у меня простая маска китайская я уже показывал как простой способ проверить вот еще один способ нашел проверки но сейчас вот объясню да это вот с китая взял ну посмотрим как она будет работать вот первый способ самый легкий это одеть маску на себя зажечь зажигалку и думать прям в маску если огонь погаснет на зажигалке значит маска скажем так предназначена просто от каких-то скажем небольших концентрации в воздухе дыма дымов дымов или дыма правильно сказать дыма да вот если вы же хотите себя защитить полностью от коронавирусов и прочих вирусов то тогда надо уже вот такую масочку носить это называется респиратор и маркировка его если видно здесь не видно наверное да зим да вот видно ffp 2 но лучше всего ffp 3 вот эти вот эти респираторы вот они защищают человека на 90 процентов ffp 3 на 95 процентов опять же используется он только один раз самое большое на 8 часов хватает видите здесь клапан стоит ну клапан здесь одноразовый если многоразовый то конечно можно менять его вот это защитит непосредственно от вируса это защищает от капельных от капелек аэрозолей вот то есть это 10 процентов защиты это 90 ffp 3 95 процентов ладно рассказываю дальше что мы для того чтобы еще проверить маску как она это сама себя ведет просто берем ножницы до разрезаем ее вот так вот они еще раз повторюсь четырехслойный это для хирургов а есть двухслойные как вот эти они служат для медсестер и прочего персонала медицинского вот и первым образом можно посмотреть вот на эту что я держу ткань если она очень прозрачная значит она уже плохо скажем так фильтрует капельки и второй вариант опять же зажечь зажигалку и подержать если будет гореть огнем то значит капельки вообще практически не держит аэрозоли он должен плавится вот этот элемент плавится сейчас мы посмотрим мне так неудобно кто бы подержал бы мне ладно так сейчас я вот так сделаю наглядно что было да вот зажигаем он должен плавится если плавится и шарики такие как образуются это значит он сделан нормально ну то есть из того материала который нужен он как называется там пропиленовый смотрим если будет гореть то значит это плохая ткань для фильтрации аэрозоли то есть какие-то опять же дым и она может выдержать дым до золи практически не выдержать пробуем вот видите она плавится значит это хороший вариант маски китайцы не обманули вот она не должна гореть а должна именно так плавится что она и делает это значит показывает о том что материал качественный именно для этих масок если некачественный он просто бы загорелся у меня и горел бы синим пламенем всем спасибо удачи хорошего настроения здоровья берегите друг друга и будьте счастливы